Модные прически, прикиды, слова. Ульяновские активисты из молодежной среды собрались обсудить и выработать векторы развития на будущий год. Рядом старшие товарищи. Задача для обсуждения непростая. Перезапуск года молодых в Ульяновской области. Первые люди, первые лица молодежной политики региона сегодня у нас собрались. Плюс еще у нас запуск года молодых 2021. Как сказал нам 20 декабря предыдущего года Сергей Иванович, мы продолжаем год молодых в 2021 году. В том числе и сегодня мы его запускаем. Второй раз уже протаренной дорожкой идем. План предыдущего года по признанию представителей молодежной политики региона не годится. Изменились условия, появились запреты, продиктованные здравым смыслом. Поэтому большой упор на онлайн, на дистанционное взаимодействие и более широкий охват юных граждан региона. Все мероприятия, которые не были реализованы, они будут реализованы в 2021 году. Плюс они будут насыщены дополнительными мероприятиями, очень яркими, очень знаменательными, очень торжественными. Однако прошлый год никто не считает прожитым зря. Многие дела удалось сделать, многого добиться. Те, кто в прошлом году смог, несмотря на запреты, быстро переформатироваться и послужить общему делу в новых условиях, наградил губернатор Ульяновской области. Я привезла Ульяновской области третье место на российской студенческой весне в номинации «Эстрадный вокал». У меня есть вокальная студия «Радость», и там мы поем, собственно, вместе, но в основном сольно. А уже весной в Ульяновске появится Центр молодежных сообществ. Разместят его в здании бывшего клуба на проспекте «50 лет Волк-СМ». Это место должно объединить как можно больше молодежи. Сергей Морозов поблагодарил молодых людей за участие в проектах прошлого года. По словам главы региона, именно желание и оптимизм юных позволили перезапустить год молодых. Для нас очень важно в рамках вот этого года молодых, которые по вашей инициативе, в том числе и поддерживали, несомненно, мною, мы с вами перезапускаем на 2021 год, чтобы, еще раз повторяю, здесь собирались люди разных взглядов. Для того, чтобы мы вместе действительно здесь олицетворяли молодых людей Ульяновской области, города Ульяновской в частности. Участники также выступили с предложениями по внесению изменений в стратегию развития молодежной политики в Ульяновской области до 2030 года. Молодежь готова работать. Мнений и взглядов масса. Павел Половов, Руслан Баталов. Новости Улл. Правда ТВ. Руслан Баталов. Новости Улл. Правда ТВ.